Партнер программы новости – Медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. О самом интересном на прошедших выходных и о сегодняшних событиях в Анапе. Праздники не отвлекают сотрудников городских служб от задач повседневных, как выполняются поручения главы курорта, данные им во время выездного приема в Субсехском сельском округе. Большинство вопросов касались жилищно-коммунальной сферы. По некоторым уже идет работа. Водоканал готовит материалы для замены водопровода в Варваровке, а сельская администрация начинает ремонт дорог в Субсехе. Вот так щебнем будет отсыпано 11 участков дорог в Субсехе. Улицу Толстого сделали общими усилиями. Местные жители, сельская администрация и застройщик многоквартирного дома. По словам сельского главы, на Толстого завезут еще три машины щебня, выделенного муниципалитетом, а затем пойдут дальше. От улицы Толстого у нас влево и вправо идет улица Казачья. Там тоже аналогичная проблема. Невозможно даже до этой улицы жителям доехать. Мы на следующей неделе планируем четыре машины щебня высыпать на улицу Казачью. И практически вопросы этого квартала мы снимем. И в связи с тем, что мы дорогу подсыпем, уже не будет подтоплений во время дождя, подтоплений нижних улиц. На выездном приеме к главе Анапы несколько обращений касалось местных дорог. Сергей Павлович поручил своему заместителю Анжелике Бузуновой выбрать наиболее проблемные участки. 11 дорог отремонтируют, а одну необходимо построить. Она должна дать путь строительной технике к участкам для многодетных семей. Вопрос перед главой Анапы подняла Анастасия Козлова. Решить его Сергей Павлович поручил архитекторам и дорожникам. Ее надо, чтобы натуру вынесли, если нет, должен бульдозер пройти и резонуть. Да, согласен. Не грей, а бульдозер. Там камни под верхним слоем. Геодезисты выполнили свою часть работ. Границы будущей дороги намечены. На данном этапе геодезисты управления архитектурой города-курорта Анапа по поручению главы администрации вынесла в натуру границы земельного участка, отведенного под автодорогу. И следующим этапом в этом месте пройдет дорожная техника, которая произведет устройство автомобильной дороги для дальнейшего удобного доступа граждан к своим земельным участкам. Ждут положительного решения жителей домов на улице Калинина в Варваровке. Наталья Маслова, проводник многих благих дел в округе, обратилась к Сергею Павловичу с просьбой помочь построить муниципальную ветку водопровода. Муниципальное предприятие Анапа «Водоканал» и депутат округа объединят усилия для помощи людям. В Варваровке на улице Калинина водоканал берет на себя обязательства по приобретению трубы ПНД 110 мм в размере 1 км. Мы поможем ее, люди делают монтаж, укладывают трубу, делают обратную засыпку. Мы помогаем им с дезинфекцией, с промывкой и с подключением. Решение всех озвученных на приеме вопросов находится на контроле главы Анапы Сергея Сергеева. Вчера по всей стране отмечался главный государственный праздник – День России. Она подметила эту дату концертами и спортивными состязаниями. Тысячи жителей и гостей курорта этот выходной день с удовольствием провели в Центре культурной жизни. Особую торжественность празднику придало вручение юным анапчанам самого важного документа в их жизни – паспорта. Моя страна – великая держава. На главной городской сцене звучали родные песни в исполнении русского вокально-хореографического ансамбля «Родник» и народной артистки России Раисы Гончаровой. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Народные казачьи и популярные песни зажигательные номера сменяли лирическими. Многие жители и гости города-курорта подпевали артистам. Во время праздничной программы для 11 молодых анапчан наступил торжественный момент. Под аплодисменты юношам и девушкам вручили российские паспорта. Среди тех, кто вышел на сцену, Владислав Лайнер. Этого дня он ожидал с нетерпением, а получить паспорт в День России для него приятно вдвойне. Много народу, легкое волнение. Являюсь теперь гражданином Российской Федерации. Это ответственность. Для анапчан День России один из наиболее значимых праздников. Жители города воинской славы признаются в любви к родине, и для них это не пустые слова. У кого-то был выбор, в какой стране им жить, но по велению сердца они выбрали Россию. Я очень люблю свою родину. Сложилось так в моей жизни, что когда-то мы жили в Литве, потому что отец был военнослужащим. И когда распался Советский Союз, у меня был выбор остаться в другом государстве или приехать жить в Россию. Но я очень хотела, чтобы мои дети жили на русской земле, чтобы они говорили на родном языке. И было принято решение вернуться сюда, для того, чтобы жить на своей родной земле и воспитывать своих детей. Я очень люблю свою родину. И если потребуется моя жизнь, то не задумываясь, я отдам ее за Россию. Я люблю свою Россию и уезжать отсюда я не хочу. Для меня Россия – это все. Я не знаю, как вам сказать, патриоты или нет, но вот когда говорят, что за границу уезжай, да все, я бы никогда не поехала никуда. Для меня это родина, для меня это наша, наша российская. Греческие предприниматели намерены наладить сотрудничество с российскими бизнесменами, заявил мэр города Лариса Апостолос Калаянис в ходе официальной встречи с руководителями и общественными деятелями города-курорта. Делегация города Побратима Анапы посетила город-курорт с ответным визитом. Они осмотрели возможности инфраструктуры. Гости пообещали рассказать об увиденном дома и уже предложили вариант для сотрудничества. Время визита было выбрано крайне удачно. Они стали участниками одного из главных событий Анапы – открытие курортного сезона. Эта аппаратура используется для диагностики и главной лечения головокружения. Посредством игры и вторая на мониторинге, все совершаются только колебательные движения. Картинка собирается, но посредством того, что вы сами ее собираете колебанием своего тела. Как вам наши процедуры помогут? Очень хорошо. Врачи и руководитель санаторно-курортного комплекса «Делуч» Вера Севрюкова рассказывают делегации греческого города Лариса о возможностях учреждения. Здесь не только внедряют передовые методики, но и разрабатывают собственные. Это комната для реабилитации после серьезных травм. Есть устройства для разработки суставов, мелкой моторики рук. Это ответный визит делегации города Лариса. Программа «Самая обширная». Задача – показать все аспекты экономической и культурной жизни Анапы. Я надеюсь, что такое подробное знакомство с нашим городом будет способствовать тому, чтобы попротивские отношения между Анапой и Ларисом не останутся только на бумаге, а найдут реализацию в совместных проектах, обмене опытом и других мероприятий. Я считаю, что в наших силах сделать все, чтобы попротивство было намлажено на самом высоком уровне, стало многолетним, принесло пользу не только нашим городам, но и России, и Греции в целом. На этом у нас есть желание и все возможности. Соглашение о попротивстве было подписано в минувшем году. В ходе официальной встреч делегаты часто говорили, не по-братимски, а именно братские отношения. У России и Греции есть много общего в культуре. Лариса находится на материке, однако само название – имя внучки Посейдона, бога морей. Вместе с тем в греческом городе развито виноделие. Некоторое время назад в моем кабинете был консул Южной Кореи, и он спросил, можем ли мы заниматься экспортом вина в тот регион. Все зависит от производительности отрасли. Лариса сама по себе не могла обеспечить необходимым количеством продукции. Вместе с тем представители городов-побратимов отметили, что путь к экономическим отношениям лежит через реализацию культурных проектов. Заместитель главы города-курорта Людмила Мурашова пригласила представителей Ларис на фестиваль звонарей «Благовесту моря». И это не единственное направление для развития двусторонних отношений, начало которым положено в Ларисе и Анапе. Открытие курортного сезона прошло в минувшее воскресенье. Яркая праздничная программа была рассчитана на весь день и закончилась лишь к полуночи. Более полутора тысяч юных отдыхающих утром 11 июня приняли участие в празднике на главном детском курорте страны. «Все будет круто» – так назвали первый танцевальный марафон. В городском управлении культуры решили, что должно быть больше участников, больше детских коллективов. Подготовка шла с начала года, однако на репетиции были отведены считанные дни. Представление самое масштабное за все время проведения таких церемоний, самый настоящий спектакль, наполненный символами лета и детства. Площадь заполняется участниками за считанные минуты. Каждый знает, где он должен находиться в определенный момент времени. Танцевальные движения показывают аниматоры. Действие на площади синхронизировано с выступлением детских коллективов города-курорта. Желтые шары символизируют солнце. В следующем номере взмывают голубые шары цвета ясного неба. Целый номер посвящен морю. По нему ходят корабли, а над ним самолеты. Затем молодежный блок. Организаторы говорят, что главной идеей было сделать утреннюю зажигательную дискотеку для ребят со всей страны. Концепция утреннего праздника – показать, насколько зажигательный город. Что у нас и солнце, и море, и цветы. И все это, и нас миллионы, и мы новое поколение. То есть показать действительно концепт современной молодежи. Не только детство, но и то, что у нас отдыхает огромное количество подростков в Анапе. Целая команда специалистов начала прорабатывать саму идею и хореографическую основу еще с зимы. У каждого свой участок. К началу первой смены в детских лагерях был готов сценарий. Москвичка Анна Шенгарева увлекается акробатикой. В Анапе отдыхает уже не первый раз. Первый раз, конечно, немножечко запутались, а потом на второй репетиции мы уже немножко порепетировали у себя в лагере. И уже пришли, уже готовы, и все сделали хорошо. В Анапе я уже много раз бывала в лагерях. Тоже, вот сейчас уже где-то раз в седьмой, наверное. Много нравится всего здесь. Настроение людей, погода теплая, хорошая, не подводит почти никогда. Здесь всегда весело. Помимо общей программы, юные отдыхающие показали по собственному номеру, который придумали вместе с вожатыми. В каждом коллективе есть те, кто занимается танцами, а также и те, для кого хореография в новинку. Все друг друга поддерживали, выступая именно как команда. Как сказал один из участников, было не всегда просто, зато интересно и весело. Для ребят подготовка номеров – еще один повод подружиться. В этом году в Анапе открылись 37 детских здравниц. Ожидается, что в них отдохнут порядка 350 тысяч юных жителей страны. С этого сезона в Анапе будут работать площадки со свободными микрофонами, где можно будет читать стихи или обменяться книгами. Такой формат, который может стать одной из изюминок города-курорта, представили в сквере имени Гудовича. Не обошлось и без ставших традиционными здесь интерактивных площадок. Молодежный квартал уже полюбился и гостям, и жителям Анапы. Организаторы Управления по делам молодежи городской администрации и Молодежный центр 21 век с каждым годом придумывают самые разные альтернативы пляжному отдыху. Если вдруг что-то будет непонятное, сразу делайте вот так, просто стряхивайте ее, хорошо? Там дальше поймете, что будет непонятное. Итак, профессор. Никакой магии, чистые физика и химия. Этот коллектив уже часть имиджа города-курорта, который постоянно обновляется. При этом неизменной остается классика. Александр Сергеевич Якупов собирает фокусы. По его собственным словам, в его коллекции их уже несколько тысяч. Вот смотрите внимательно. Вот видно, да? Видно? Вот видите? Видно, да? Все видно. Начал с чего? Как-то идет парень, и я смотрю на руку, а у него ничего нет. Ничего же нет. А у него раз в пять рублей, представляете, старинных. Потом он взял этих пять рублей, тихонько так... И выбросил. Хотел сделать просто уличный концерт. А мне раз поймали и говорят, ну-ка, покажи что-нибудь. И я здесь остался. Мне так понравилось, и молодежи. Я хожу и показываю везде фокусы. Сквер имени Гудовича – традиционное место, где городское управление по делам молодежи. В городе Центр 21 век организует интерактивные площадки. Везде свое маленькое волшебство. Кирпичная кладка, изготовление суши, мастер-классы на любой вкус. Кончарное искусство – тоже своего рода чудо. Молодежный квартал осмотрела заместитель главы города-курорта Людмила Мурашова. Многое из представленного – часть курортной инфраструктуры. Новинка сезона – литературное кафе со свободным микрофоном. Безмерный след, неся любовь к родной земле, озерам синим, хранят покой сквозь бой и кровь сыны и дочери России. Стихи анапской поэтессы Журавлевой Хомич. Здесь же особое оформление и полка с книгами. Представление нового формата. Это у нас в Анапе очень распространено. И я хочу сказать, что молодежь это любит. У нас в библиотеки ходит очень много людей, и с каждым годом к ним прибывает. Поэтому литературная Анапа – это, конечно, наша изюминка. Развлекательная программа будет очень серьезная, постоянная, круглосуточная. Для нас это работа, но самое главное, чтобы гости Анапы и жители Анапы были довольны. Анапу также называют фестивальной гаванью. По словам Людмилы Мурашовой, в новом сезоне на курорте пройдут порядка 30 международных и всероссийских фестивалей и конкурсов. Среди них, как уже известные, например, киношок, так и новые, перспективные. Такие, как фестиваль колокольного звона «Благовесту моря». Гости города-курорта при желании всегда смогут найти альтернативу пляжному отдыху. Феерия звуков и красок. Официальный старт курортному сезону 2017 в Анапе дало масштабное театрализованное представление «Магия солнца» на главной площади города. Лучшие творческие коллективы со всей Кубани превратили вечер в незабываемый праздник солнца и лета. Видео поздравления и признания в любви самому популярному детскому и семейному курорту России записали многие российские звезды. А биг-бенд имени Георгия Гораняна зарядил публику настроением, виртуозно сыграв программу «Золотые мелодии джаза». Марафон ярких номеров и эклектичных мелодий – так можно охарактеризовать концертную программу. В ней нашли отражение и страницы истории древнего города, и статус Анапы как Всероссийской республики детства. Большой праздничный блок был посвящен знаменательной дате 80-летию Краснодарского края. Публика рукоплескала творческим коллективам, детям в карнавальных костюмах, демонстрирующим чудеса пластики атлетам, воздушным гимнастам и другим участникам торжества. С самым долгожданным летним праздником Анапу поздравили почетные гости. Министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниде передал жителям нашего города искренние слова поздравления от губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. Для многих поколений россиян Анапа – это город солнца и счастливого детства. Отдых здесь праздник, который не забывается никогда. Анапа всегда гостеприимна. Миллионы туристов каждый год приезжают сюда насладиться теплым морем, ярким солнцем, зарядиться хорошим настроением и, конечно, поправить здоровье. Друзья, лето – это время, которого мы ждем с нетерпением весь год. Постарайтесь наполнить его яркими эмоциями и впечатлениями. С праздником! Глава администрации, губернатор Краснодарского края Вениамин Иванович Кондратьев! В завершении официальной части первый заместитель главы города Светлана Яровая отметила, что для Анапы открытие сезона – долгожданный праздник и одновременно большой ответственный труд тысяч людей. Я хочу поблагодарить законодательное собрание края, администрацию Краснодарского края за ту помощь, которую она оказывает в развитии нашего города-курорта за большую поддержку нашему муниципальному образованию. От имени главы муниципального образования Сергеева Сергея Павловича я желаю, чтобы наш с вами курортный сезон прошел успешно, чтобы гостей встречало теплое море, чтобы светило ласковое солнце и чтобы каждый день, проведенный в нашем городе, был как праздник. Поздравляю нас с вами с этим праздником и курортный сезон 2017 в городе-курорте Анапа объявляю открытым! В квартете Адажа, вокалист Олег Волков, ансамбль «Кубанская казачья вольница», шоу-балет «Телефон» и все лучшие коллективы Анапы сделали вечер незабываемым, а раскрасивший небо фейерверк добавил еще один яркий оттенок в этот по-настоящему праздничный летний вечер. Наша телерадиокомпания транслировала в прямом эфире на сайте anaparegion.ru праздничный концерт, посвященный открытию сезона 2017 в Анапе. Около 6 тысяч человек посмотрели его в интернете на нашем информационном портале. У тех же, кто не смог присутствовать на праздничных торжествах 11 июня, есть возможность с завтрашнего дня увидеть сокращенную версию театрализованного представления «Магия солнца» в записи на сайте anaparegion.ru, пройдя в раздел «Спецпроекты». И в завершении выпуска информации о наших партнерах. Производство на предприятии «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости «Медицинский центр» «Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начинает первичные консультации и диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru, а я с вами прощаюсь. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok